Добрый день, у нас время 2 и как обычно сразу давайте с вопросом. Владимир Николаевич, за счет чего удалось проломить вот этого матча? Во-первых, я хочу поблагодарить пресса Таши Торпедов Владимировна, поскольку мы все время играем за ними. Приходится смотреть все время матчи именно Торпедов Владимировна. Более не вы. Я скисом вашими комментариями, не важно, какой матч именно находится, и признателен вам именно за это, и вообще за отношения Торпедов Владимировна, которые победили в этом матче, и вообще как бы у нас сегодня. Теперь за счет чего переломить? Вы знаете, мы последние матчи, ну, наверное, вообще весь матч отрезан, мы играли на том, что нам будут догоняться ворота. И для многих этих пацанов, находящихся в этом счете, они никогда не занимались так, как бывший состав. Конечно, тяжело психологически, так не будет. Первая часть, да, она довольно гораздо лучше. А здесь каждый матч должен по заказу выиграть. Конечно, это сложно. И начало матча фотострафически выиграть, и дальше. А, пришлось уже идти ва-банк, и выпускать банк подальше, на заказчике. Многие не на своих местах. Она была более агрессивной игрой. Но это удалось по второму тайну. Все-таки, то напряжение, которое число в первом тайне, она спала. Ну, а дальше уже пошли. Багаев и Зинков перешли в линию обороны, да? Игроки с большим потенциалом, нежели те, которые были заменены, да? Смысл идеи была в том, что надо было быстрее мяча выводить из обороны. И включение и Багаева, и Зинкова. И пришлось матч заканчивать два защитника с Карповым, которые еле полгода не играли. Но именно это себе и дало значение. Потому что чем быстрее мы мяч выводили из обороны, тем легче было преодолевать обороны сопета. Ну, и в прессинге мы добавили во втором тайне. Если вы видели, то мы уже добавили половину, или закончились. Если там не Головник, то атака. Ну, плюс, конечно, скорость собиралась. А обратная верная на Кириенко? Пошли в Абанк, опять же, надо было два нападающих. Выбор был для Попова, обменяйте для Кириенко. В итоге, поскольку Попов более нестандартный, более технический, такой штрафной, мы решили его оставить, поставить два нападающих. Забодирили ему Попова Багарова, который не спеклый. Ну, я думаю, что здесь, в первую очередь, надо поблагодарить, наверное, Козырянову, который более рассудительно сыграл раз. И второе, если видеть парнишка, который второй раз, не первый раз выходит, Сережа, он очень талантливый, считает парень. Именно более хладнокровно, а вот для головного и выше, мячи старого принимать и разворачивать в сторону. Именно так. Надо поблагодарить, наверное, вообще руководство. Таких футболистов, которых выпускают. Сережа Ивановна. Я очень рад, что он в нашей команде. Он только в 18-18. Я думаю, что из него... Его перехватили, например, обракнули, что он спит с ничем. Так вот, я серьезно говорю, упадет мяч себе. Если побольше будет таких футболистов у нас, которые еще не так ходят, то Янович Спортпи, и Петри Болеец своих футболистов в основном составит. Не сомневаюсь. Так вот, о чем он сказал, через 2-3 года, я думаю, что, может быть, даже играть. Второе место – это, безусловно, успех команды? Ну, смотря с какой точки зрения, да. С одной стороны, конечно, ребята никогда не поднимались в рот. Они сейчас, действительно, сейчас. Ну, пусть переломили такой матч. Конечно, доволен. С другой стороны, вы понимаете, что выше у нас Спартак. Спартачи, они уже были чемпионами несколько раз. Постоянно там вверху. Люди из них поиграли в арендах хороших клубов. И наши ребята знают, что они немножко их помочь. Но, опять же, для нас это… Я команда, не знаю, как дальше будет существовать. Эта команда дальше будет существовать. Для этих пацанов… И они между собой уже говорят, что теперь надо сравнивать с Лири со Спартаком. Надо возвращать на Лондон. Я думаю, что следующий матч Спартаком, где-то он не пришел, сказал, и будет очень интересно. Но, опять же, этого надо ждать еще. Ну, в принципе, это не за второе место, и в данном счете. Но надо будет бороться за то, что это одна из Спартак. В этом году Спартак был сильнее, их надо с этим подбирать. Мы тоже свои какие-то задачи решили. Забили 70-80 человек. Смотрелось. Это довольно-таки хорошее обучение на сумму. Учительная цифра. Что поблагодарить пацанов, что… Действительно, это наш ревиз был изначально, что мы будем играть в Атапу и в Атапе. И, в принципе, так и играли все. А церемония царяна – это инициатива ребят, или мы по ходу сезона как-то намекали? Ну, как можно намекали. Я думаю, что такой футболист, ну, смотрите, порассуждаю с вами. Вышел Евсеевский локомотив. Видели, что то, к чему мы стремимся, что помимо технических, физических и тактических, футболист должен быть морально подготовлен, что Пытина не пустой просто, а 22 тысячи. Матч будет локомотивом. Он вышел не то, что не смотрит, а брал на себя, как и Шейдар. Так вот, когда, если я говорю одно, и можно показать на видео, ну, выйти на триллион. А другое, когда внутри есть человек, который может то же самое, что я говорю, показать еще, он может, что вариант пригодится, и в настоящий год это зависит от руководства. Я не думаю, что такой футболист должен быть. То есть это тот же Сережа Иванович. И вообще, если он у каждого футболиста, игра рядом с зеленами, смотря, как это делается, это совершенно другая история. Эта команда сохранится, или играть на сзади? Ну, насколько я знаю, что многие закончатся контракты, и в 30-м году, в 30-м году, в общем, так же, как и у меня там еще. Что дальше, это решать руководство. Но я думаю, что польза от этой команды в течение двух лет была грандиозной. Не потому, что там формировал я, и вам говорили, что там прогрессивно, но мы прогрессировали сами с собой. Если от того же Владимира получили шесть, в начале нашего пути-то. Сейчас мы вернули пять, правильно? Не, абсолютно нормально. По сумме двух матчей, Владимир впереди. Да, да. Сами по себе ребята измужали, и многие люди, потому что у которых в Лиге, мне так кажется. Хотя, еще бы и год, не мешало им. И совсем уж так. Только смотрите, у нас там, только из этой команды, будет получение тренировок национального состава с 20-го июня. Вы, наверное, знаете, какие планы. Без команды нельзя. Какие планы? Ну, наверное, что-то будут думать. И, что с другой стороны, им, конечно, надо не отдохнуть. Потому что сейчас еще молодежный отбор, не забывайте, весь второй круг они не будут. Будут и тренироваться с основой, и играть игры, и разъехать. Это тяжело, посмотрите там. И все шейдаеры, зуи, они во втором кругу сыграли гораздо хуже, чем они могут играть. Просто из-за того, что, конечно, много перелетов, и, условно, играющую игру у нас, в следующем году, тренироваться составом, делая игру. Это не надо играть. Это я за то, чтобы они сейчас отдохнули, и получили именно тупалов, которые пригодятся на восстановление процесса. Еще вопрос есть? Спасибо.